Приветствую вас! И сразу хотел бы сказать следующее. Я не буду давать вам каких-либо советов. Потому что советы вы можете послушать, советы вы можете получить от людей, которые, скажем так, вас знают или которые, скажем так, являются для вас тем. То есть эти люди как раз таки и специализируются на том, чтобы давать советы. Я советы давать не буду, потому что психолог не дает советы. Психолог помогает разобраться лучше с тем, что вообще происходит у вас. И вот когда мы с вами говорим об этом, когда мы начинаем с вами говорить об этом, сразу лично по моему мнению, сразу появляется несколько вопросов, которые необходимо просто разобрать, необходимо ответить, чтобы лучше понимать, что вообще с вами происходит. Потому что без этого, без этих вопросов нельзя получить полную картину того, что между вам сейчас имеется, я имею в виду между вами и вашим мужем, а без полной картины нельзя дать нормальную обратную связь. Я хочу, чтобы вы это по возможности четко поняли для себя. Значит, о чем я хочу вам сказать. Первое, вы говорите о том, что ваш муж четыре года назад начал потреблять алкоголь, то есть растерзг алкоголь. Что его сподвигло на это? Это первый и важный вопрос. Тогда, если мы говорим с вами о мусе, частенько поддатый, как вы говорите. На последние четыре года отношения стали портить. Мусе пристрастился к алкоголю. Впечатленный. Вот почему он пристрастился к алкоголю с первого вопроса. Ну, не просто же так. Правильно? Надеюсь, вы понимаете, что человек просто так к алкоголю не стал бы испытывать тягу. Надеюсь, вы понимаете, что человек просто так к алкоголю не стал бы проявлять свою симпатию. Для нас не стал бы человек впадать в зависимость от алкоголя. Если бы у него все было хорошо. Вот тогда давайте мы с вами и попробуем подумать. Почему ваш муж все-таки начал баловаться алкоголем? Что заставило его это делать? Второй момент, который, на мой взгляд, является также очень важным. Этот момент доходит, что вы рассказываете про работу. То есть вы говорите про то, что вы работали, но три года назад ваши кратиты. А что делал муж? Работал ли муж ваш все это время? Если да, то где и как? Как это у вас относилось с тем, что работали вы? Если не работал, то, опять же, почему и чем это было объяснено с его стороны и вами для себя? Также отдельно хочется сказать о том, почему вы с этим мирились. Ну, то есть хочется спросить, точнее, почему вы с этим мирились. Мы мирились тем, что он не работал. Но ведь это же очень плохо, когда мужчина никак свою семью не стремится содержать, не стремится ее как-то обеспечивать, а все получается на вас. Это тоже момент очень интересный. То есть работал ли ваш муж когда-нибудь, если да, то кем и почему перестал злеть, то как вы к этому относились. Далее, вы пишите, что сильной стрессы между вами не было никогда. Далее, то есть смотрите, получается как, вы вышли замуж не по любви, получается, а по чему? Только потому, что я к вам хорошо относился, вы вышли замуж или как? Довольно много времени прошло, 19 лет в браке, это все-таки не так уж и мало. Но вы с ним, потому что он к вам хорошо относился, только поэтому, и все, и ничего больше у вас нет. Но ничего удивительного, что как только он перестал к вам хорошо относиться, как только он перестал давать вам что-то, что добавляют, что только вы перестали чувствовать удовлетворенность, так сразу и начались у вас проблемы. Это совершенно нормально, абсолютно нормально. То есть вопрос, который я хотел бы вам додать, включается вот в чем. Примерно ваших отношений какова? Чего вы знали от своего мужа? Как вы себе семью представляли? Не представляете до сих пор? Ну, не знали она вам так сил, эта семья, если у вас не было сильных страсти к мужу? Что заставило вас выйти за него замуж? Тогда. Далее, значит, все эти годы я работал на тражей оплаты. Мы работали, но три года на нас меня сокрасили, теперь меньше доставилось. Хочешь мне особо напрягаться по этому поводу? Наверное, привык, что финансовые вопросы решаю я. Да, действительно, если мужчина все время занимает, ну, нелидирующее положение в решении каких-то вопросов, он к этому привыкает, и зачем ему нести за это ответственность, если есть вы. Человека, которому за сорок явно нет возможности заставить относиться к этим моментам как-то иначе, просто силу его возраста. Далее. Два года назад я опять попал под ограничение, и три месяца была без работы. Чтобы избежать депрессии, я пошел учиться о заводении, и там у вас раз появился другой мужчина, ночи с гостями большими расстались. Почему расстались? Что заставило вас расстаться? Непонятно. Об этом вы тоже не пишете. Вы говорите о том, что муж узнал об этом, просил все, обдумать и не бросать его, так что он любит меня и без вас, и детей не может, хотя в воспитании детей он никакого участия не принимал. То есть дети и вы нужны ему для, ну, вероятно, создания некой такой картины идиллии, да, идиллическая картина, и все. При этом он не думает ни о детях, в частности о сыне, который ушел к маме, и ушел к маме, потому что вы не можете содержать двоих детей. А муж там ничего не хочет делать для того, чтобы помогать вам это делать, помогать содержать этих самых детей, своих детей. То есть непонятно здесь, почему вы приняли решение хранить семью. То есть, а была ли у вас вообще семья? Было ли у вас что-то, что можно надвать семьей вообще в принципе? Мне кажется, что мужчина, мужчина, который ведет себя так, это явно не тот человек, который понимает семейные ценности и дорожит семью. Дорожит, может быть, для себя, да, но не для семьи. И ценности семейные он не поддерживает. На это указывает то, что он, я имею в виду мужчина ваш, никак не тратит прессу на себя. То есть вы говорите, что он, по сути, взял кредит, который бы отправил на себя, на свои нужды, но не на детей. И это тоже непонятно, почему вы с этим миритесь, почему вы все равно решили хранить семью. И вот это все нужно, как бы, прояснить. То, что не оскорбляет, то, что готовит кушать, то, что ведет себя хорошо, но этого мало для семьи объективно, мы же все-таки не соседи. И то, что у вас нет интима, это совершенно нормально. Это совершенно нормально. Что вам в этой ситуации делать? Значит, сохранять близнеспокойствие не нужно. Ломать себя не нужно тоже. Вам необходимо отдалиться от мужа сейчас. Сказать ему четко и ясно, что вам неприятно. Вам неприятно, вам тяжело, вам плохо. Вы можете сказать и так откровенно, что вам плохо, в этом нет ничего дурного. Я имею в виду, в честности нет ничего дурного. Скажите своему мужу, что вам плохо, что вы испытываете опустошение, что вы испытываете негативные эмоции по поводу того, как он ведет себя, что вам не нравится, как он себя ведет. И, собственно, вот это все ему выскажете, а после этого посмотрите на его поведение. Если он никак свое поведение не поменяет, он не научит свое поведение менять, если он остается в хаке, значит, вы просто-напросто, когда от него отдаляетесь, и отдалившись от него, вы покажете ему, что не готовы терпеть такое вот его к себе отношение, вплоть до развода. То есть мне непонятно, почему вы приняли решение сохранить свою семью, ради чего. Что это за семья такая, когда ребенок выносит уходить к вашей маме только потому, что вы не можете его содействовать, а как же отец тогда? Отец, что он не должен содействовать своего ребенка? Непонятно. Непонятно, что вас удерживает, смотрим. И как быть, если вот сказать, пока что в общих чертах? Быть вам нужно более твердой, более ярой сторонницей и защитницей своих интересов. Пока вы не будете защищать свои интересы, пока вы не будете продвигать свои интересы, пока вы не будете показывать мужчине, да и не только мужчине, а кому бы то ни было на самом деле, пока вы не будете показывать, что вас нельзя просто игнорировать, нельзя игнорировать то, чего вы хотите там и так далее, пока этого у вас не будет, ситуация будет оставаться именно в такой плачевной солнце. И вам необходимо более реально, более целенаправленно защищать свои интересы. Вот то, что для вас хорошо, то, что для вас интересно, то, что для вас правильно, то, что для вас важно, вот это вот и нужно защищать. А то, что делает, говорит и думает ваш муж, если он не заботится о вас, если он не думает о вас опять же, то почему вас это должно волновать? Понимаете? То есть вот этот момент, как раз, он для меня и не очень понятен. Что заставляет вас так себя вести с ним? Вы сами отдаёте себе отчёт, что ваши дети, например, они как бы только страдают из-за этих моментов. Ради чего вы сохраняете семью, если вы не счастливы? Дети чувствуют, что вы не счастливы и это также очень негативно на них влияет. То есть непонятно ваша мотивация по сохранению семьи. Вот это, я думаю, то, о чём вам нужно обязательно подумать и это то, на предмет чего вам следует обязательно поработать с психологом. В этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас дополнительные остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!